всем привет меня зовут окоп я преподаватель и барбер вот амбассадор lock stock and barrel и амбассадор ножниц кашу вот сегодня я вам хочу показать одну из техник фейда вот подробно подробно к сожалению мы не сможем ее разобрать так как мы во времени ограничены но технически я постараюсь вам объяснить как это делать на потоке чтобы и качество и скорость при этом преобладала так в первую очередь что мы делаем мы смотрим на модель или на клиента вот и определяем какого цвета волос для этого для чего мы это делаем то есть для того чтобы мы могли понять какой нам фейд выгоднее сделать там низкий средний или высокий и также смотрим на теменную зону насколько она наполнена если она наполнена сильно вот то мы можем в принципе вывести более развернутую объемную форму и сохранить верх если волос наверху немного то мы можем в принципе использовать средний фейд или высокий если сверху вообще волос нету вот у нас в принципе достаточно объема сверху поэтому мы скорее всего сегодня будем делать низкий фейд вот при этом использовать комбинировать низкий фейд со стрижкой кроп вот ну что давайте начнем в первую очередь мы будем увлажнять волосы для того чтобы отделить зоны отделяем подковообразный пробор опираясь на центральную точку лобной впадины и конечно же учитывая рост волос то есть мы на данный момент отделяем волосы от тех волос которые нам не нужно вносить форму то есть да от тех волос которые мы потом будем присоединять на эту форму то есть из вот этой всей массы мы сейчас будем делать фейд и создавать форму которая будет у нас на внешней форме вот здесь вот сейчас убираем массу насадкой 6 миллиметров закрытый нож если вы убираете массу вам нужно сохранить объем то машинку держим ниже если мы работаем более детально то машинку лучше держать ближе к ножу мы убираем сейчас массу нужно сохранить какой-то объем если мы выбираем форму трапеции то желательно держать ниже для того чтобы выход был машинки на себя поэтому я взял машинку пониже и убираем массу двигаемся по форме головы и 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 Очень важно двигаться именно по форме черепа, потому что если вы будете двигаться не по форме черепа, то, соответственно, рано или поздно, когда будете подходить ближе к концу, вся форма, все оттенки, они начнут путаться между собой. Поэтому обязательно двигаться изначально правильно. На данный момент мы выводим форму, мы убираем лишнюю массу, но мы сейчас не задаем ни в коем случае никакой переход. Мы просто избавляемся от тех волос, грубо говоря, расчищаем территорию для того, чтобы начать делать фейт. Далее мы делаем гайдлайн. Что такое гайдлайн? Гайдлайн – это именно контрольная точка, которая будет являться путеводителем и подсказывает нам, как правильно нам подставить машинку, в какой проекции работать и как повторить эту форму, которую мы изначально задаем. Поэтому если вы начертили гайдлайн, допустим, вот такой, то значит вы всегда должны двигаться таким образом. Если вы создали гайдлайн вот такой, то вы всегда должны повторять эту форму. Соответственно, если вы нарушаете гайдлайн форму черепа, то, к сожалению, в дальнейшем форма будет только страдать. Мы выбрали низкий фейт, поэтому мы будем двигаться от начала линии окантовки. Расчистим немножко, чтобы нам было видно, где начало роста. Вот здесь. И отсюда по форме черепа начнем чертить наш гайдлайн. И обязательно подчеркиваем форму черепа. Если мы возьмем расчесочку и будем ее перекатывать, то видите, она перекатывается четко по форме черепа и четко по линии гайдлайна. Можете себя так проверить. Если у вас так же перекатывается, то значит порядок. Значит, гайдлайн сделан по правильной форме черепа. Но это не значит, что нельзя выбирать какие-то другие. Можно отработать в разных проекциях, но самое главное, если мы, допустим, делаем какой-нибудь гайдлайн или какой-то переход создаем в такой проекции, то обязательно нужно учитывать форму черепа в этой проекции. Но если мы говорим про классический фейд, то нам, скорее всего, это не потребуется. И повторяем то же самое с другой стороны и соединяемся на нижней затылочной зоне. Таким же образом я раскрываю линию окантовки и отсюда же начинаю. Если вы видите, что у вас какая-то симметрия отсутствует, голову ровненько, всегда голову человека держим ровно при гайдлайне, потому что если голова будет наклонена, то линия пойдет немножко не в ту сторону. Если вы видите, что где-то какие-то нисхождения происходят, проверьте высоту, чтобы у вас гайдлайн был на одной высоте. Убрали все лишнее. Сейчас можем отработать шейвером сразу. Можем шейвером отработать в конце. Кому как удобно, нет определенной какой-то правильной схемы. Сейчас это сделать или потом. Давайте сделаем сейчас. Перед тем, как работать шейвером, рекомендую все волосы убрать, которые были отстрижены, чтобы шейвер комфортно работал и лишний раз не пытался сбрить уже отстриженные волосы. Не доходя. Также, когда с шейвером работаем, берем шейвер больше снизу. Таким образом, вам удобно будет взлетать. И не доходя где-то сантиметр, порядка этого расстояния, мы убираем все под электробритву. Если возьмете очень рядом, то будет неудобно ковырять, поэтому пониже. Таким образом, видите, у нас как машинка работает. Используйте эту технику, именно правильного использования инструмента для того, чтобы добиваться результат. Если у вас изначально неправильная постановка руки и неправильная постановка инструмента, то, к сожалению, результата у вас не будет. Какие бы вы там шаги не предпринимали, делали бы вы в точности, как я говорю, или делали бы в точности, как другой кто-то говорит. Если нет постановки руки, то техника – это всего лишь техника. Я знаю сотни техник, которыми можно сделать фейт. И ни в одной, к сожалению, технике нет такого, что можно инструмент держать как угодно. Поэтому на это обращайте обязательно внимание. Теперь что я делаю? Сейчас я буду расчищать территорию для работы на самых маленьких насадках. Насадкой 3 мм на открытый я сейчас буду просто расчищать территорию. То есть я не задаю, опять же, никакой переход. На данный момент я просто расчищаю. Но теперь я что делаю? Я следую своему гайдлайну, и машинка у меня всегда будет стоять параллельно ему. Я рекомендую не пытаться прямо плыть, а ставьте по точкам. Взяли, отработали, создали параллельную линию. Убрали руку, дальше подставили. Вот так, по точкам будете идти, точно не ошибетесь. Расчищаем территорию. Для того, чтобы сейчас было комфортно работать открытым ножом без насадки. То есть мы можем спокойно убирать массу сейчас насадкой 3 мм до середины головы, потому что именно до этой точки мы будем использовать маленькие насадки, которые будут меньше 3 мм. А так как я открыл еще нож, то мы находимся где-то около насадки 4,5. Поэтому ошибиться здесь нельзя. Машинку берем пониже чуть-чуть, чтобы работать опять же на себя, на вылет. Так, первое, что мы делаем. Теперь мы работаем, делаем переход. Наконец-таки мы подошли к этому моменту. Мы делаем переход. Открываем нож и задаем первое кольцо. Высота кольца зависит от формы черепа, от выпирающих точек и от высоты боковой зоны, височной зоны. Вот таким образом. Самое главное, следуем вот этому гайдлайну. Грубо говоря, мы этот гайдлайн переносим на этап выше. То есть на один уровень мы его поднимаем выше. Старайтесь работать таким образом, чтобы у вас изначально кольцо было чистым. Если оно изначально будет чистым, то, соответственно, чистить его долго не придется. И фейд будет изначально выстраиваться чистый. Если же вы будете оставлять его грязным, то чистить придется больше. И есть вероятность, что в конечном итоге фейд будет не чистый, а грязный. С одной стороны. И то же самое проделываем с другой стороны. Если вам нужно, еще раз повторюсь, отработать на вылет, берем машинку пониже. И работаем не кистью, а работаем пальцами. Я очень большое внимание уделяю своим студентам на именно положение инструмента. Потому что если изначально правильно поставить руку, у студента все будет хорошо получаться. Если же мы изначально инструмент не умеем в руке держать, то это уже не очень хорошо. Полуоткрытый нож Полуоткрытым ножом убираем до серединки. Чуть-чуть вот так сделай, пожалуйста. Прям наклони вот так. Очень много теней. Полуоткрытым убираем до серединки. Соответственно, закрытым разбиваем линию, которая получилась у нас от триммера. Можно поднатянуть, если линия не разбивается. Если тяжело разбивается, можно поднатянуть кожу, чтобы волосы немножко оттопырились, чтобы их можно было спокойненько убрать. Так. 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 Всегда смотрите конкретно на линию и на нож в той точке, где вы работаете, потому что очень часто люди открывают нож, надевают какие-то насадки и пытаются доводить не именно режущее полотно, которое у нас нижнее, а пытаются это все дело стричь и доводить насадкой или верхним ножом. То есть у нас режет нижнее полотно, не верхнее. Поэтому если вам нужно дойти до середины, то мы доходим не верхним полотном до середины, а нижним полотном до середины. Это вопрос к тому, почему иногда не разбиваются линии, потому что, скорее всего, не доводите. Такая вероятность тоже есть. Ну и, соответственно, если после открытого ножа мы немножко недоразбили или вы видите какую-то линию, ничего страшного, если мы вернемся на шаг назад и подкорректируем то, что мы уже сделали. В моем случае можно вернуться, чуть-чуть подкорректировать, потому что мы использовали шейвер. Если шейвер задает линии, значит длина в каких-то точках была длиннее. И поэтому ничего страшного, если мы еще доработаем эти моменты триммером для создания более плавного перехода. А вообще, как обычно я вообще объясняю студентам, как понять, докуда вести первое кольцо, докуда вести второе кольцо. Просто у вас есть низкий фейд. Первое кольцо мы ведем до среднего фейда, потому что изменение формы происходит. Второе кольцо мы ведем до высокого фейда. Третье кольцо мы можем вести до ребра жесткости, до точки, в которой голова резко закругляется. То есть мы разделяем голову на конкретные зоны и по ним работаем. То есть нет такого понимания, как первое кольцо один сантиметр, второе кольцо два сантиметра, потому что формы головы разные. Есть высокие формы, височные зоны, есть низкие. Соответственно, если мы будем на высокой форме делать один сантиметр, то, к сожалению, скорее всего, в самом конце у нас будет очень много темной зоны. Поэтому разделяйте так уровни. То есть каждое кольцо – это следующий фейд. То есть следующий уровень фейда. Значит, мы сделали до, скажем так, среднего уровня фейда. Вот, сейчас мы берем еще раз насадку 3 мм и делаем еще одно кольцо, расчищаем территорию. Просто расчищаем территорию. Не нужно придавать. Вы можете то же самое сделать насадкой 4,5 мм, насадкой 6 мм. Я использую 3 мм на открытом. Почему? Потому что это максимально приближенная насадка к насадке 1,5 мм. Можешь, пожалуйста, вот так вот, да. И у некоторых машинок насадки 1,5 мм совсем не предназначены для снятия массы. Поэтому если у насадки 1,5 мм маленькие зубчики и нужно снять большую массу, то, к сожалению, эта насадка у нас не будет снимать эту массу, так как волосы не будут попадаться. И обладатели таких насадок 1,5 мм, у которых маленькие зубчики, точно знают, о чем я говорю, когда вы работаете, а такое чувство, как будто машинка просто перестала стричь. Вот это происходит именно потому, что у вас вот такие насадки с маленькими зубчиками. Берем насадку 1,5 мм и проделываем все те же самые шаги. То есть какие, да? Мы делаем открытый нож, полуоткрытый и закрытый. Последовательность решайте сами. Можете начинать с открытого, можете начинать с закрытого, можете начинать с полуоткрытого, здесь принципиальной разницы нет. Я начинаю с открытого, подвожу к той точке, до куда я вел насадку 3 мм на открытом ноже. Чтобы увидеть, насколько у вас хорошо получается плавно, желательно просто отдалиться от головы. и все ошибки, все какие-то точки, где вы не доработали, а сразу их станет видно. Полуоткрытый и закрытый. Если где-то впадины происходят, вы берете, идете, 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 заходите в эту впадину, зачищаете, потом опять выходите из нее. Делайте это сразу, потому что потом очень долго придется дорабатывать ножницами, что заберет у вас больше времени, чем вы будете идти, 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 сразу же заходить и потом выходить полуоткрытый и закрытый. Проделываем открытый, полуоткрытый, закрытый по всему кольцу. Ну и, соответственно, мы соблюдаем уровни открытого ножа, полуоткрытого и закрытого одинаково, чтобы везде уровень был одинаковый. Когда некоторые люди говорят, что нужно соблюдать, допустим, первое кольцо один сантиметр, проблема такая, что это воспринимается буквально, и сантиметр воспринимает и здесь сантиметр, и здесь сантиметр. Но так как у нас височная зона меньше, чем затылочная, то в затылочной зоне это может все дело расшириться. То есть здесь может быть сантиметр, здесь может быть два. Поэтому это имейте в виду тоже. Так, ну подходим мы к более большим насадкам. Теперь я буду использовать каким образом? Я буду убирать большей насадкой, то есть вот насадки, грубо говоря, без насадки и полтора я проделал. Сейчас мне нужно вывести форму большей длины. Что я буду сейчас делать? Я сейчас буду использовать, допустим, 4,5 буду разбивать тройкой, буду использовать 6, разбивать 4,5. То есть большая насадка задает форму, меньше насадка разбивает линии. По такому принципу пойдем работать дальше. Я беру 4,5. Взял 4,5. Можно на открытом ноже? И задаю следующее кольцо. Как вы думаете, для какой насадки? Правильно, для насадки 3 мм. Чтобы продолжить делать свой переход насадкой 3 мм. Таким образом мы сохраняем форму, сохраняем объем и создаем, можем, можем создать более трапециевидную форму. Допустим, когда я могу еще использовать такую технику, но при условии, если мне нужно добиться не трапеции, а добиться квадратной формы. То есть в каком случае это уместно будет? Если волосы, допустим, светлые, то мне нужно добиться затемнения, ну, градиент цвета чуть раньше. Поэтому я буду использовать такую технику на светлых волосах для того, чтобы более выраженно показать градиент всех цветов. То есть, да, потому что если у нас будет меньше насадок, будет меньше формы там, например, то у нас темного или среднего цвета не будет за счет того, что мы уже приблизимся к верхней точке. Так, насадка 4,5 я убрал. Разбиваем все это насадкой 3 миллиметра, также на трех позициях ножа. То есть тут запутаться невозможно, потому что движения повторяются. Делаем открытый нож. Делаем открытый нож. Скажем так, до того уровня, докуда мы ввели насадку 4,5 миллиметра. Машинку я также держу пониже, для того, чтобы случайно не зайти вовнутрь. Потому что такое положение инструмента не даст зайти вовнутрь и испортить форму. Полуоткрытый нож. Продолжаем повторять то же самое. До серединки полуоткрытый. И закрытый с той точки, где у нас закончилась насадка 1,5 миллиметра на открытом ноже. Подчищаем. Смотрим, где у нас потемнее. Если вдруг у вас плохой свет в барбершопе или не хватает света, просто берите голову, вот так разворачивайте, и тем самым вы будете лучше видеть. Очень часто бывает, когда человек держит вот так голову, там стрижет, и где-то во впадине ему кажется, что оно темнее. Но темнее только за счет того, что там впадины, и свет туда не попадает. Вот. И мастера начинают чесать и пытаться подровнять это под свой фейт. Проще просто развернуть вот так голову и увидеть, что здесь, допустим, нет этого пятна темного, нет скопления волос. Таким образом вы не будете чесать на одном месте, место, где не нужно чесать. Так. Ну и я использую насадку 6 мм. Вывожу форму. Тем самым подхожу к концу своего перехода и освобождаю место для следующей насадки, то есть 4,5 мм. То есть я сейчас задаю очередное кольцо. Так как я рассчитываю, что у меня форма будет строиться на насадке 6 мм, я по максимуму ее буду вытаскивать, а потом уже дорабатывать. Если вы планируете работать еще большими насадками, то, соответственно, не нужно пытаться это все вытащить по максимуму сейчас. Я как бы на этом закончу. Я планирую работать еще машинкой на расческе, выставлять форму. Это вопрос техники, то есть это не значит, что что-то является верным, что-то является неверным. То есть это вопрос техники, кому как удобно, тот так и использует инструмент. Ну и такой инструмент, скажем так. Так, ну и последнюю насадку берем у нас, 4,5 мм. А далее у меня уже достаточно, в принципе, объема, массы. Я могу, в принципе, уже даже на оттяжках подсоединить всю форму, так как я буду делать кроп, мне уже не надо там сильно стараться выводить ее насадками или машинкой на расческе. Я ее спокойно могу вывести оттяжками, там, какими-нибудь нулевыми оттяжками, технику линии использовать и так далее. И открытый нож. Также присоединяемся. Полуоткрытый. Можете сразу двигаться по кругу всей головы, полуоткрытым или закрытым, открытым. Можете потихонечку, например, выбрали зону, полуоткрытый, открытый, закрытый. То есть здесь разницы также нету, как вы это будете делать. И так далее. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Таким образом он у вас будет низким... Соответственно, вы сможете больше сохранить объема на топовой зоне... Вы выкладывали, допустим, насадкой 6 мм... Так... Раз... Отсоединяем... Продолжение следует... Продолжение следует... И относительно головы, техника линии, вы можете завершить свой переход, выложив линию веса и получив, скажем, точку, где переход ваш должен закончиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот затылочную зону... Я рекомендую отработать по проборам... Диагональные проборы секции назад... В направлении назад... И сводим с нашей линии вес... Берем следующую прядку... К линии вес... Все подводим... И к линии веса подвели... И вы можете заметить, когда мы это все делаем, у нас могут нижние волосы не входить в нашу зону... То есть они могут быть дальше, чем у нас линия веса... Вот эту историю мы просто можем подтянуть либо тушевкой подвести, чтобы у нас уже форма единая была... Либо машинкой на расческе... Угу... 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 Я когда работаю на затылочной зоне, мне удобно наклонять голову человека для того, чтобы не выворачивать руку на расческе... У меня также будет прямо и будет выполнять ту задачу, которую мне надо выполнить в затылочной зоне... Так... Далее можем присоединить немножко еще пряди для того, чтобы они не вываливались... Так... То же самое проделываем с этой стороны... Давайте на этой стороне покажу, как можно сделать это машинкой на расческе... Так... Дай мы сначала таким же образом все это дело выкладываем на линии веса... Так... Так... Дай мы сначала так же... А только непосредственно, когда вы делаете... Так... И вот в этой точке Я сейчас Машинкой на расческе Буду выводить форму Доводить ее Работать буду конкретно с проблемой Где мне нужно довести И так как я уже изначально Планировал сделать Объемную стрижку Сделать какой-нибудь кроп Я буду выводить расческу Больше немножко в трапецию А не в квадрат Для того, чтобы сохранить Максимально верхнюю зону Топовую И расширить ее Максимально верхнюю зону Таким же образом Я отрабатываю на затылке Опять же Для сохранения Максимально масс И в этой точке Раз Раз Используйте тоненькую расческу Для того, чтобы вы могли Более детально прорабатывать Так Так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем окантовочки, придадим текстуру. Врать не буду, я человека подготовил. Вверх простриг уже. Для того, чтобы больше показать фейт. Но текстуру я не придавал. Для того, чтобы самый важный момент показать на сцене. Делаем окантовочку. Раз. Делаем окантовочку. Два. Обратили внимание, да? Я оставлял вот эти уголочки. Не трогал их. Для того, чтобы у меня получилось затемнение. Соответственно, то лишнее затемнение, которое у меня может быть сейчас, я его уже подкорректирую. Так, так, так. Опа, блядь. Отвечаешь. Значит, все-таки. Also, по-пçekте. По-�еч nuanced нюху. По-другому. По-другому. П УССР. Но. ret? текстуру лучше наводить на сухие волосы вот и каким образом я буду это делать взял прядку отчесал ее все волосы ровненько были и прямо четко по росту захожу не нарушая вот эту линию убираю объем в том же порядке в котором вы простригали такими же оттяжками проделываете вот такие движения заходите перпендикулярно без цели отрезать или создать какие-то там типа уголки такие максимально сохраняем это дает очень легкую текстуру чем глубже будете заходить тем более пышнее будет и попрятно двигаемся бывает волосы знаете где-то в каком-то месте сильно густо в каком-то сильно редко то есть с помощью такой техники создавания текстуры мы можем контролировать да то есть места где и так не хватает волос вот не профилировать ну как в этом моменте видите здесь волос мало здесь много если возьму филировочные то я отрежу везде одинаково вот здесь я могу проконтролировать если вдруг что могу и длину исправить где-то что-то подкорректировать поэтому текстуру я в основном задаю вот этой техникой раз линия сохраняется также когда вы допустим линию веса выложили но хотите сохранить сохранить длину но линия веса прямо очень сильно выделяется вот таким же образом вы можете разрядить ее при этом вы получается и сохранить и форму сохраните и достаточно объема и уберете вот эту темную линию которая будет образовываться вот волосы густые я не жалею прямо на одном месте много раз могу даже поделать вот видите да я начинаю крутить прядь что всегда заходить параллельно волосу убираю объем задаю текстуру прокручиваем так ну и давайте подкоротим челку чуть-чуть в продолжении нашей формы вот таким образом не будем много внимания челки уделять она у нас будет свободная мы просто ее подкоротим в продолжение нашей формы как я обещал уголочек тоже немножко осветлим так и соответственно здесь тоже самое если делаем кроп то мы можем обыграть нашу стрижку нашу челку сделать ее какую-то особенную предать какой-то дизайн сделать несимметричную поэтому в кропе можно включать фантазию и отрабатывать так как вам кажется что будет лучше я ее разряжаю убираю объем по сути той же техникой захожу параллельно раз 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 вот так и чуть-чуть я все же уберу объем с челки так хорошо можно еще слайсом пройтись раз 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 это придаст нам еще больше текстуры так ну что мы подходим к концу я немножко намочу волосы чуть-чуть намочу волосы так как я буду использовать спрей локсток супермейт вот а он наносится на мокрые волосы он придает хорошую текстуру придает хороший объем и сушим 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 можно вот так пожамкой для того чтобы придать больший объем все Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите, чтобы ваш образ был максимально ярким на фотографии, то не стесняйтесь задавать хороший объем, высокий. Потому что фотография, как мы знаем, немножко подъедает объем. И вы можете вроде как вживую сделать хорошую работу, но на фотографии она не выразится. Почему на фотографии не выражается? Ну, в общем, потому что фотография этот объем съедает. Делайте хороший объем и стрижка на фотографии также будет хорошей. Из укладочных средств я использую LockStock Rack. Это мастика матовая для придания текстуры. И персонализируем нашу челку, так как мы говорили, что она у нас будет какая-то особенная, с какими-то своими фишечками. Вот мы две прядочки спустим. То есть она у нас также несимметричная. Форма у нас получилась широкая достаточно, трапециевидная. То есть на нашу форму фейда, которую мы сделали, мы положили всю вот эту шапочку. Вот так. Ну, текстуры хватает, объема хватает. На этом все. Всем спасибо, что смотрели. Проходите по ссылочке, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, записывайтесь на обучение. Всегда всех буду рад видеть, помочь, подсказать, научить. Ну и как бы поднять настроение. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok